Виктор Владимирович, неожиданный вопрос пришел от подписчиков. Можно ли отравиться здоровой едой? Можно. И упоминание об этом есть в древнейших исторических памятниках, посвященных культуре, цивилизации и пищеварения человека. Как быстро снять состояние тяжести после еды, особенно после праздничных перееданий? Как быстро навести порядок в системе пищеварения? Как быстро избавиться от изжоги, от рыжки? Мы с вами поговорим на нашем интенсиве под названием мягкий рефлекторный детокс, на котором вы сможете научиться и помогать себе своими собственными руками. А в этом видео я вам раскрою три гастрономических секрета, как нам в этом смогут помочь простые доступные продукты. Одним из самых ранних, одних из самых ранних упоминаний о отравлении здоровой едой вы можете найти в поэме великого слепца Гомера о команде Одиссея и его друзьях, которые сиреной отравили не только своими голосами, но и здоровой едой, непривычной для Одиссея и его людей. Потому что очень часто, как раз таки, здоровая еда для одних людей становится отравой для других людей. Недаром в русском языке есть известный фразеологизм, что русскому здравие, то немцу смерть. Если мы эту тему обыгрываем с той точки зрения ландшафтности, климатических воздействий, генетических наследственных факторов, то это очевидно. По одной простой причине, что мы все зависим от солнышка, а солнышко у нас светит по-разному. И поэтому поведение нашей желчи, нашей печени, нашей селезенки поджелудочной железы ведут себя по-разному. Качество и количество ферментов вырабатывается разное. Но даже там, где мы едим давно привычно, но праздничные дни много, бывает такое. И, кстати сказать, очень многие рецепты, сегодня я вам покажу три рецепта, как вы можете самостоятельно избавиться от отравления здоровой едой, то есть от переедания. Своими корнями уходит православную религию, уходит в монастыри. И вот как раз таки то, что вы видите перед собой, это использование яиц со специальными специями, извините за тавтологию, с приправами. Использование меда в виде вощины, использование фиников. Как раз таки, это вот монастырские приемы, когда монахи, они тоже люди, как говорил великий Карл Маркс, ничто человеческое, не чуждо было ни Карлу Марксу, ни монахам. Монахи после постов, конечно, позволяли себе, и для того, чтобы потом из этого позволяли себе выйти относительно благополучно, были разработаны вот несколько приемов. Есть эстетические приемы, есть неэстетические приемы. И, пользуясь случаем, что я сейчас вам скажу, вот за много-долго, ну где-то недели за две, наверное, даже для праздников, я специально для своей жены, умницы и красавицы, профессора Картаренко Татьяна Владимировна, нашел стишок из знаменитой Петроградской газеты. Она так и называлась, Петроградская газета, в которой доктор Петр Александрович Новодворский написал целую поэму, посвященную пищевым отравлениям. И как с ними боролись в 1909 году. На что Татьяна Владимировна мне сказала строго, ни в коем случае, это отпугнет от нас публику, никто это слушать не будет, никто этим пользоваться не будет, конечно. Поэтому мы сегодня не будем вам рассказывать про гутоперчевые перчатки, использование которых позволяло хирургам исправлять ошибки гастрономии. А мы вот мягенько, потихонечку, как говорится, по-свойски расскажем вам о приемах, когда вы можете помочь себе избавиться от излишек гастрономических самостоятельно. Виктор Владимирович, а можем ли мы начать с рецепта, который облегчает или снимает состояние и жоги, и тяжести не только в желудке, вообще тяжесть в животе после праздников характерна? Для переедания здоровой едой, да? Конечно. Кроме того, что мы настоятельно рекомендуем, и сами широко используем, как показательный материал, нашу знаменитую авторскую точку, доктор Желч, которая парная, и которая у вас находится на левой и на правой руке, и воздействие на которое очень хорошо помогает снимать нагрузку в желудке, помогает снимать нагрузку в пищеводе, помогает снимать нагрузку в диафрагме, в области печени, в области двенадцатиперстной кишки. Есть старые приемы монашеские, которые позволяют очень хорошо избавляться от отрыжки, от изжоги, от тяжести в области желудка. Для этого, если вам интересно, конечно, делался очень большой простой прием. Вот таким вот образом, вот таким вот образом, из баночки, из баночки с вощиной доставалась вощинка с медом. Вот, видите, вот таким вот образом. Бралась свечечка обычная, церковная. Вот так вот ложечка располагалась над огнем, и по мере того, как вот это место протапливалось, отапливалось, получалась общая масса. Монархи пробовали на язык, обжигает или не обжигает, убирали свечу, и медленными движениями формировали у себя во рту конфетку. И вот эту конфетку, рассасывая, они приводили в порядок свой желудок, они приводили в порядок свой пищевод. По одной простой причине. Как говорил один из великих патологоанатомов, которыми встречался в жизни, профессор Валерий Моисеевич Бирбраер, дело в том, что перееденный желудок, даже здоровой едой, зачастую является сухим. По сути дела, он сухой, потому что дорожки, по которым скатывается соляная кислота, они обессоляниваются, как он говорил, понимаете? Вот у меня была возможность посмотреть, извините, во время вскрытия на такие желудки, когда абсолютно полная еды, но абсолютно сухие желудки, когда желудки не переваривались. И человек умирал от того, что переедая, у него формировался диафрагмальный блок, и он в буквальном смысле задыхался своей едой. Вот один из этих приемов. Кстати, я хочу сказать, очень хороший прием, очень хороший прием для того, чтобы нормализовать свое кислотно-щелочное равновесие в желудке, нормализовать кислотно-щелочное равновесие в тонком и в толстом кишечнике. И, кстати, вот один из этих приемов, очень хорошо стабилизирует состояние шейного отдела позвоночника. За счет чего? За счет того, что вот эта вот масса, усиливает слюноотделение, а слюноотделение помогает в выделении амилазы, специального фермента, который облагораживает функцию пищеварения. Это вот один из приемов. Второй прием, второй прием, это вот поедание, вот если в таком виде, это трех больших фиников, мелко, рожевывает. То есть, что такое мелко? Вот такими зубочками своими меленькими, вот эту вот штучку вот так вот снять, вот так вот штучечку снять, только выбрасывать не надо. Вот эту сладостью, вот эту сладостью взять и мелко-мелко-мелко переживать. Проглотить, запить, если говорить о монашеских канонах, запить святой водичкой. А если вы светский человек, просто запить мягкой нейтральной водопроводной водой. Но я хочу сказать, что вот эта вот штучка, вот эта вот штучка, она гораздо активнее по калию содержанию, чем кожура печеного картофеля. А нам калий очень важен, нам калий очень необходим. Особенно в зимнее время. Почему? Потому что наша территория, в основном, это резкоконтинентальный климат, мы очень активно дышим, и мы при нашем дыхании теряем большое количество углеводородов. А углеводороды всегда сопровождаются снижением состояния калия в организме. Почему очень часто люди умирают зимою, на холодах, на морозах, от инфаркта миокарда? Почему людей очень часто беспокоит стенокардия? Потому что не хватает калия. Вот, еще один замечательный прием. И плюс к этому, плюс к этому, я хочу сказать, вот салфеточку мне не дали, но ничего страшного. Вот, я хочу сказать, что вот внутри, внутри, находится замечательнейшее, замечательнейшее спасение нашего, нашего костного аппарата. Нашего костно-сухожильного аппарата. Это косточки фиников. Ни в коем случае их не выбрасывайте. Их можно, в лучшем смысле этого слова, обсосать. Их, в лучшем смысле этого слова, надо обсушить. Если у вас есть возможность, сделайте из них муку. И вот эта вот мука, вот эта вот мука, она закладывается под язык, по кончику ножа. И рассасывается. И вот мука финиковых косточек, она очень хорошо укрепляет десна. Она очень хорошо укрепляет пара щитовидной железы. Она очень хорошо укрепляет корневую систему зубов. А за счет того, что укрепляется корневая система зубов, естественно, у нас улучшается качество костного материала лица. А чем мы становимся старше, тем снахным лицом становятся большие и большие проблемы. Под известным словом, саркопения. Вот вам еще один пример, как вы можете самостоятельно избавиться от отрыжки, от изжоги, от тяжести не только в животе, а от тяжести во всем теле. Виктор Владимирович, а что вы можете порекомендовать людям, например, с инсулинорезистентностью, с сахарным диабетом, тем, кто не переносит мед или не переносит сладости, потому что финики все-таки достаточно сладкий продукт. Есть какие-то другие способы и вообще вы говорили о каких-то трех способах? Ну, я хочу сказать, что, как говорят в Одессе, инсулинорезистентность и сахарный диабет первого и второго типа, это две большие разницы. Поэтому инсулинорезистентность, это особенности поведения, обмена веществ под таким грозным, на первый слух, словом, как метаболический синдром. А на самом деле, это, в общем-то, неправильный рацион нашего питания, это неправильное соблюдение рационального питания, которое приводит к тому, что происходит формирование вот этих самых пресловутых инсулиновых волн, которые, конечно, могут вызывать преддиабеты и развитие сахарного диабета, если этим не заниматься. Но если есть непереносимость меда, а это понятно, потому что определенная часть людей не переносит продукты пчеловодства. Если есть сахарный диабет, то я хочу вам сказать, здесь, опять же, надо дифференцировать. Одна ложка при сахарном диабете второго типа, вот такого замечательного средства, если вы переносите мед, никаким образом не отразиться на поведении вашего сахара. А если вы просто этим переносите, аллергически у вас есть непереносимость медных продуктов, тогда не надо к этому прибегать. Но есть третий способ, замечательный. Но, опять же, вы сейчас из-под этого способа найдете еще какие-то массы осложнений. Ну, будем работать с осложнениями. А третий способ, о котором я хотел рассказать, это знаменитейший, знаменитейший способ, знаменитейший способ, опять же, из монастырей, опять же, из грузинских православных монастырей, который в свое время, в тридцатые годы двадцатого века, назывался наркомовским рецептом спасения здоровья после переедания. Потом его стали называть министерским способом от переедания. А в контексте сегодняшних событий, связанных с яйцами, да, нашей доблестной великой державе, но я хочу сказать, что очень хорошо попадает, конечно, в той части, что использование сырых яиц очень хорошо помогает связывать продукты интоксикации переедания. В чем прелесть этого рецепта? Прелесть этого рецепта заключается в его максимальной доступности. На одного человека достаточно двух куриных яиц, двух куриных яиц, кончик ножа, столового ножа аниса, кончик столового ножа перца с цедрой лимона и кончик столового ножа очень знаменитой приправы грузинской под названием голубой пожитник или отский сунели. Что мы с вами для этого делаем? Мы разбиваем два яйца, мы добавляем кончики аниса, кончики ножа столового аниса, кончик столового ножа перца с цедрой лимона и кончик ножа от сфасунели. Все это очень тщательно разводим, 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 а потом все это мелкими глоточками выпиваем и нам становится очень хорошо. Мы начинаем песню петь, если не соленько, то пробелись. А если говорить серьезно, то настолько становится хорошо, настолько наш желудок становится благородно отзывчивым, у нас становится мягкая соляная кислота, у нас нормализуется кислотно-щелочное равновесие, но опять же могут возникнуть, а если я не переношу яйца, первый вопрос, а если яиц нет, второй вопрос, а если яйца только у министра, третий вопрос, а четвертый вопрос, так сказать, сальмонолез. Опять же, да, опять же, пресловутый сальмонолез. А можем ли мы использовать, например, перепелиные яйца? Можем, можем, очень хорошо, очень хорошо перепелиные яйца мы используем и сразу хочу вам ответить о конверсии, о конверсии или соответствии, или как это называется, валютных операциях. Одно куриное яйцо, это 5-6 перепелиных яиц, пожалуйста, на здоровье. Если вы болеетесь сальмонолеза, если вы не можете купить куриных яиц, но у вас под руками есть перепелиные яйца, пожалуйста, легко заменяются одно вторым. Я имею ввиду, куриные яйца легко заменяются перепелинами на здоровье. Делайте такой рецепт. Но помните, пожалуйста, о том, что какие бы мы рецепты не использовали, нам все равно необходим инструментарий по очищению нашей печени. Нам необходим инструментарий по очищению наших желчных пузырей, у кого они, к счастью, остались. А у кого их нету, в силу разных причин, конечно, очень важно понимать о том, что праздничные перегрузки печени и желчневыводящих протоков отражаются на состоянии луковицы двенадцатиперстных кишок, отражаются на состоянии фатеровых сосков, отражаются на состоянии селезенки и поджелудочной железы. И как раз таки, если мы еще раз и еще раз возвращаемся к тому, что ничто человеческое нам не чужо, конечно, помните, пожалуйста, о том, что все застолья лучше всего предварять, лучше всего предварять повышенной минерализацией своей пищеварительной системы. Это очень сложно звучит на первый взгляд, но это очень доступно. Вы знаете, какой самый, один из самых лучших способов не переесть и держать свой желудок и свой пищевод в порядке, для того, чтобы не было от рычки и сжоги? Не знаете? А я вам сейчас расскажу. Это сок из-под горошка. Хотите из-под нашего отечественного, хотите из-под не под нашего отечественного, но помните, пожалуйста, о том, что вот этот сок, в котором находится горошек, его выливать не нужно. Во-первых, из него делаются шикарнейшие заправки для различных салатов, а во-вторых, его просто налить, кружечку и мелкими глоточками за 3-4 часа выпить, это очень хорошо отражается на состоянии пищеварения, с той точки зрения, что сам по себе вот этот вот бульон из-под гороха, вот это вот сироп из-под гороха, как его еще можно назвать? Татьяна Владимировна, подскажите, вы много знаете русских слов, которых я не знаю? Облагораживает, на самом деле, улучшает качество кислотно-щелочного равновесия. Потому, что горошек, в этом смысле, если особенно это он сделан из молодого зеленого горошка, он как бы до... Ой, у меня слюна идет, мне, наверное, надо выпить чего-нибудь или чего-нибудь съесть, в этом смысле, для того, чтобы не было точки жюри. А, я возьму точку доктор Жилча, буду рассказывать, продолжать. Вот, я себе массирую точку доктор Жилч, для того, чтобы не захлебнуться от вкусности разговора и общения с вами. Так вот, вот эти все вещи, вот эти все вещи, ни в коем случае их не выбрасывайте и не выливайте. Не выбрасывайте и не выливайте. Как только это у вас войдет привычку, вы поймете, как это замечательно работает во всех, во всех проявлениях. Ну, вот то, что хотелось в нескольких словах вам, уважаемые друзья, коллеги, рассказать. И пригласить вас на наш большой вебинар, посвященный мягкому рефлекторному очищению печени, после праздничного переедания. Ссылка регистрации находится в описании под этим видео и закрепленном комментарии. Переходите, выполняйте рефлекторное воздействие и приводите состояние пищеварения в норму. Спасибо.